здравствуйте сегодняшней лекции мы закончим изучать общие факты об эвклидовых кольцах и вернемся к нашей основной теме построению конечных полей ну давайте вспомним что нам известно про эвклидовые кольца уже известно самый важный факт состоит в том что в эвклидовом кольце все идеалы главные то есть каждый идеал порожден каким-то одним элементом я напомню что самые интересные для нас кольца кольцо целых чисел и кольца многочленов с коэффициентами в поле эвклидовы и в частности это означает что в этих кольцах каждый идеал является просто кратными какого-то одного элемента в кольце многочленов кратными многочленов в кольце целых чисел кратными одному числу и у нас уже были разные факты из элементарной теории чисел сейчас мы чуть-чуть обобщим частности давайте поймем что такое наибольший общий делитель в произвольном эвклидовом кольце давайте возьмем два элемента эвклидового кольца они порождают какой-то идеал но этот идеал как мы знаем должен быть главным то есть он порождается каким-то одним элементом и вот этот элемент порождающий идеала порожденного а и б и называется наибольшим общим делителем а и б ну простой пример в кольце целых чисел давайте посмотрим что такое идеал порожденный числами 8 и 12 это как мы знаем кольцо целых чисел имеет единицу поэтому это просто линейные комбинации 8 и 12 с целыми коэффициентами и легко видеть что все числа в этом идеале кратные четырем с другом с другой стороны любое число кратные четырем этому идеалу принадлежит ну вот тут написано простая выкладка четверка выражается через 8 и 12 целочисленная комбинация ну значит и любое кратное тоже будет выражаться поэтому в соответствии с общим определением мы можем написать что 4 это наибольший общий делитель 8 и 12 разница с элементарной теорией чисел состоит в том что наибольший общий делитель не определяется однозначно элементами кольца а и b умножение на обратимый элемент кольца как мы знаем не меняет идеал поэтому верно также сказать что наибольшим общим делителем 8 и 12 будет число минус 4 это несколько противоречит интуитивному пониманию наибольшего общего делителя но такое уж у нас будет определение важное свойство наибольшего общего делителя который о котором я пока не говорил даже для кольца целых чисел состоит в том что наибольший общий делитель является линейной комбинации элементов а и b с элементами естественно из кольца в котором мы работаем это очевидный факт поскольку идеалы равны то д должен принадлежать идеалу порожденному а и b но это по определению означает что это является линейной комбинацией и возникает естественный вопрос а как найти это представление наибольшего общего делителя если нам даны элементы а и b ответ на этот вопрос хорошо известен и кто-то его знает для целых чисел а я сейчас объясню как это делать в общем случае ответ состоит в том что нужно использовать расширенный алгоритм эвклида что это такое ну расширенный алгоритм эвклида базируется на важном свойственной большего общего делителя а именно идеал порожденный элементами а и b совпадает в точности совпадает с идеалом порожденным а и б которому добавлено какое-то кратное а то есть добавление к одному из двух элементов кратного другого элемента не изменяет идеал доказательство очень простое давайте на него посмотрим ну в одну сторону почему идеал порожденный а и b содержит идеал порожденный а и b плюс q а ну а и так входит в этот идеал никаких проблем нет а b плюс q а тоже входит в этот идеал потому что мы знаем что идеал это подгруппа той замка относительно суммы и идеал это обладает свойством втягивания поэтому кратное а также принадлежит этому идеалу в обратную сторону почти также легко чуть больше выкладок значит опять таки мы хотим доказать что любой элемент идеала порожденного а и b содержится в идеале порожденным а и b плюс q а нам для этого достаточно проверить что в идеале содержится порождающие а содержится потому что он и так входит множество порождающих а b легко выражается как линейная комбинация а и b плюс q а с коэффициентами минус q и единица на слайде написано простая выкладка которая легко проверяется теперь мы готовы к тому чтобы описать как устроен расширенный алгоритм эвклида он строит несколько последовательности элементов кольца они обозначены а это и прошу прощения б это нам не нужно икс это и грек это и ку это значит при этом эти последовательности будут удовлетворять свойству которое сейчас показано на слайде каждая а это является линейной комбинации а и b с коэффициентами x и t и y и t у нас также будет еще вспомогательная последовательность q и t и вот все эти последовательности мы будем строить с помощью рекуррентных соотношений как всегда при построении рекуррентных соотношений нам нужны начальные условия и начальные условия будут такими а нулевое это а а первое это б извините на слайде опять таки напечатка там написано а нулевое равняется б нужно читать а первое равняется б коэффициенты x0 y0 и x1 y1 определяются очевидным способом чтобы удовлетворялось вот нужное нам соотношение то есть x0 мы полагаем равным единице y0 0 а x1 y1 наоборот тогда соотношение которое зафиксировано как инвариант всего нашего цикла будет выполняться ну и давайте посмотрим как устроено общее правило построения последовательности с помощью алгоритма эвклида у нас уже есть элементы вплоть до и плюс первого тогда и плюс 2 элемент а получается следующим образом нужно разделить с остатком и ты элемент на и плюс 1 и мы сразу получаем и а и плюс 2 это и будет как раз остаток и q и плюс 1 это будет неполное частное уже используя это неполное частное мы можем и записать выражение для и плюс вторых элементов последовательности x и t и y и t они задаются совершенно одинаковой формулой x и плюс второе это x и t минус q и плюс первое умножить на x и плюс первое для y и плюс второго аналогичное соотношение только с y вот мы строим такую последовательность и как обычно хорошо бы понять в какой момент мы собираемся останавливаться останавливаемся мы когда остаток становится равным нулю то есть наша последовательность нулевых элементов включать не будет если мы при делении с остатком получаем что а и плюс второй остаток равен нулю то мы его не включаем последовательность и останавливаемся вот описан алгоритм который вполне внятный такой простой алгоритм который вычисляет по циклу теперь надо проверить что выполняется нужное нам свойство давайте посмотрим какие свойства есть у этого алгоритма но прежде всего давайте заметим что алгоритм действительно останавливается почему так потому что смотрите когда мы делим с остатком норма остатка всегда меньше нормы делителя а если остаток равен нулю мы уже остановились поэтому нормы элементов аид их в последовательности строго убывают а мы знаем что норма вы в клитовом кольце это целое не отрицательное число поэтому рано или поздно наш алгоритм обязан остановиться следующее важное свойство почему собственно мы затеяли всю эту возню с построением последовательности мы останавливаемся и последний элемент это и есть как раз наибольший общий делитель элементов а и б ну я напомню что в нашей последовательности элементы а и б это просто первые два элемента с индексами 0 и 1 и почему же мы остановимся на наибольшом общем делителем для этого надо написать цепочку равенства делалов ну например а нулевое а первое порождают тот же делал что я первое а второе почему потому что мы здесь используем главное свойство наибольшего общего делителя а второе выражается как раз как линейная комбинация а нулевого и а первого поэтому идеалы совпадают повторяем то же самое рассуждение практически до конца осталось только понять почему последний идеал порожденный элементами а к минус 1 и а к совпадает просто с идеалом порожденным а к это и будет означать что а к той наибольший общий делитель первых двух членов которые есть а и б здесь тоже не очень сложно значит мы знаем что а к минус 1 извините там формуле тоже опечатка это кратная а к этого ну и дальше мы получаем сравнительно несложные выкладки значит у нас получается что наш идеал совпадает с идеалом порожденным а к той нулем но этот идеал совпадает с идеалом порожденным а к той потому что понятно если мы рассмотрим комбинации линейные а к того и нуля это будет линейная комбинация к то ноль умножить на любой элемент это ноль таким образом одно из самых важных свойств алгоритма эвклида мы проверили давайте проверим что выполняется инвариант нам все таки нужно построить представление наибольшего общего делителя и если выполняется инвариант цикла который указан на предыдущем слайде что а это это линейная комбинация и b то коэффициент этой линейной комбинации мы их вычислим и они как раз будут давать искомое представление наибольшего общего делителя ну проверка выполнения инварианта происходит по индукции значит а и плюс второе это мы просто знаем что это это минус q и плюс первое на и плюс первое дальше мы используем предположение индукции мы выражаем а и т как линейную комбинацию а и b и а и плюс первое как линейную комбинацию а и b ну теперь у нас появляется уже довольно громоздкая формула но в ней очень легко сделать перегруппировку слагаемых и записать ее в виде линейной комбинации а и b нужно просто сгруппировать слагаемые которые содержат множителя получаем выражение где если посмотреть на кратные а и b это как раз и есть иксы плюс второе и и плюс второе которые были в нашем определении рекурренты которую мы строим для который по которой мы строим наши последовательности таким образом инвариант выполняется и мы в сущности получили то что нам нужно я хочу обратить внимание что алгоритм эвклида работает в любом эвклидовом кольце лишь бы мы умели делить с остатком в частности мы умеем делить с остатком в кольце многочленов и здесь также применим алгоритм эвклида ну вот давайте посмотрим на простой пример возьмем просто многочлены с действительными коэффициентами один начал т квадрат плюс т минус 2 а второй это т квадрат минус т что же нам дает алгоритм эвклида вначале посмотрим что у нас на начальном шаге появляется у нас появляются два многочлена коэффициент q1 который мы вычислим правда чуть позже и коэффициенты с индексами x и и реки т с индексами 0 и 1 теперь давайте посмотрим как найти следующие коэффициенты во первых почему я написал q1 равным единице для этого надо разделить на члены с остатком ну вот на врезке показано как происходит деление легко проверить что это равенство справедливо и значит частное равно единице остаток равен 2t минус 2 и теперь нам нужно сделать следующий шаг нужно вычислить x 2 и y 2 в данном случае это вычисление очень просто это единица минус 0 и 0 минус единица потому что напомню кратное равно единице ну и чтобы делать следующий шаг мы должны теперь разделить a1 на a2 и здесь алгоритм останавливается потому что a1 делится на 2 без остатка тут написано на еще одной врезке выражение для t квадрат минус t которая легко проверяется и мы получаем что у нас 2t минус 2 это последний член нашей последовательности таким образом что мы видим наибольший общий делитель многочленов a и b это 2t минус 2 ну а как я уже говорил несколько раз идеал не изменяется от умножения на обратимый элемент кольца в кольце многочленов мы знаем что не нулевые константы это и есть обратимые элементы поэтому тот же самый идеал порожден на членом t минус 1 ну и кроме того мы получили выражение наибольшего общего делителя через начали а и b для этого надо посмотреть на коэффициенты x2 и y2 они равны 1 и минус 1 получаем нужное нам выражение ну конечно для конкретно этих на себя в такое выражение не трудно его дать но алгоритм работает любой пара начал ну и так же как для целых чисел мы можем определить взаимную простоту элементов эвклидового кольца элементы взаимно просты если наибольший общий делитель этих элементов равен единице другими словами идеал порожденный а и b совпадает со всем кольцом потому что единиц конечно порождает все кольцо мы это в прошлый раз неоднократно использовали как можно это определение сформулировать другими словами взаимная простота равносильно разрешимости уравнение а x плюс by и рик равно 1 потому что мы знаем что все элементы идеала порожденного а и b это в точности целые комбинации целые линейные комбинации элементов а и b в кольце р в кольце целых чисел такие уравнения называются линейными диафантовыми для простоты я буду также их называть и в общем случае в кольце линейные диафантовые уравнения по крайней мере уж целыми числами ну и с начальными возникают не только в том контексте который у нас сейчас обсуждается но и в разных других ситуациях поэтому решать линейные диафантовые уравнения в принципе полезно когда я самом начале рассказывал краткий экскурс делал в элементарную теорию чисел я пропустил вопрос о разрешимости линейных диафантовых уравнений и о том как их решать сейчас самое время к этому вернуться потому что линейные диафантовые уравнения они решаются как раз помощью расширенного алгоритма эклида все что нам нужно это знать уметь делить с остатком давайте сделаем небольшую небольшое отступление и разберемся с линейными диафантовыми уравнениями я буду говорить про любое вклидово кольцо но это конечно все буквально пересказывается для целых чисел и для колец вначале потому что частный случай вклидово кольца итак давайте рассмотрим уравнение а x плюс b y равняется c во первых может так случиться что решению этого уравнения нет но если решение есть хотя бы одно давайте его обозначим x 0 и y 0 то тогда можно записать в параметрическом виде все решения этого диафантового уравнения они имеют вид представлены на слайде это как раз вот это частное решение x 0 и y 0 плюс кратное некоторого некоторой пары элементов которые получаются делением наибольший общий делитель b и а ну поскольку у нас ситуация общая что такое на d а и b не вполне понятно давайте считать что это какая-то порождающая идеала порожденного а и b то есть можно написать эту формулу для любого наибольшего общего делителя а и b вот это основной факт про линейные диафантового уровня как он доказывается ну в одну сторону понятно можно проверить что записаны на предыдущем слайде решение действительно удовлетворяют уравнение этого нужно просто подставить в уравнение значения x и y получится выражение которое видно на слайде и легко видеть что слагаемые кроме x 0 а и y 0 b сокращаются здесь у нас написано такое довольно сложное выражение умноженное на а здесь аналогичное выражение умноженное на b после умножения на а и b они становятся одинаковыми в числителе будет стоять а б в одном и в другом случае а знаки у них разные поэтому они сократятся таким образом мы обязательно получаем элемент c давайте посмотрим в другую сторону пусть у нас какие-то чьи элементы кольца и x и y являются решениями линейного диафантового уровня давайте тогда запишем разность линейных функций а x плюс by y и а x 0 и b и y 0 мы получим после перегруппировки что разности x и x 0 и y и y 0 умноженные на а и b должны давать 0 таким образом чтобы найти и описать общее решение линейного диафантового уравнения нам необходимо научиться решать однородные диафантовое уравнение то есть уравнение вида а x плюс by y равняется нулю и вот их решение это частный случай того утверждения общего которое я сделал это они как раз и имеют вид вот такой параметрический вид как это доказать ну во первых давайте поделим сразу коэффициенты на наибольший общий делитель а и b отделение на умножение на обратимый секундочку значит у нас есть два уравнения которые отличаются на некоторый множитель этот множитель не является делителем нуля потому что выкидовом кольце вообще нет делителей поэтому эти два уравнения равносильны и так мы теперь предполагаем без ограничения общности что а и b взаимно просты тем самым единица выражается как линейная комбинация а и b давайте тогда умножим равенство x плюс by y равно 0 на один из коэффициентов этой линейной комбинации что получится ну получится конечно у а на x и у b на y два слагаемых но теперь давайте вместо произведения у и а подставим то же как это произведение выражается из этого равенства это единица минус bv и перегруппируем слагаемые у нас получится x плюс b умноженное на у y минус в x и все это должно равняться нулю то есть другими словами из этого равенства мы видим что x обязан быть кратным b ну и отсюда мы уже видим что поскольку by это минус а x то y тоже должен быть кратным а с обратным знаком вот эти вот коэффициенты должны быть противоположными раз x это t умножить на b то из этой выкладке следует что y это минус t умножить на а и опять таки в этой равносильности я использовал то что у нас кольцо эвклидово и все ненулевые элементы делителей нуля нет то есть выполняется закон сокращения для всех ненулевых элементов ну вот таким образом про линейные диафантовые уравнения все понятно значит решить вот это уравнение чтобы найти нужные нам коэффициенты мы можем с помощью алгоритма эвклида после этого мы получаем частное решение ну и к нему нужно добавить общее вот которое здесь описано таким образом у нас появляется способ решать линейные диафантовые уравнения это полезно и ничего кроме алгоритма эвклида для этого не нужно давайте теперь перейдем к последней теме относящийся к общим теоремам об эвклидовых кольцах это китайская теорема и она связана с кольцами вычетов по идеалам эвклидовых кольцев чтобы ее сформулировать мне нужно общее определение прямой суммы колец это аналогично прямому произведению прямая сумма колец это просто множество она состоит из множества пар где первая компонента пары принадлежит первому кольцу вторая принадлежит второму кольцу и как легко предположить операции с этими парами выполняются по компонентам если нам нужно сложить две пары мы складываем первые компоненты и складываем вторые компоненты по отдельности если нужно умножить две пары мы опять таки перемножаем компоненты пар по отдельности определение на этом закончено конечно нам нужно проверить что мы получили кольцо проверка очень легкая я ее оставляю в качестве самостоятельного упражнения ну по сложению это абелева группа это очевидно это просто прямое произведение аддитивных групп соответствующих колец ну а что с умножением все в порядке это легко проверяется какие свойства есть у прямой суммы колец что во первых ясно что поскольку операции выполняется по компонентам если мы берем прямую сумму коммутативных колец то это тоже получается коммутативное кольцо второе свойство которое нам важно если оба кольца имеют единицу то пара состоящая из единицы и единицы ну две единицы двух разных кольцах это единицы в прямой сумме тоже вполне очевидно на какую бы пару мы не умножили в первой компоненте получится то же самое что в паре на которую мы умножаем и во второй компоненте ну и наконец если единица не равна нулю в кольцах r1 и r2 то в прямой сумме всегда есть делители нуля это легко видеть на приведенном примере давайте возьмем 1 0 это не нулевой элемент раз единица не равна нулю в первом кольце и 0 1 это не нулевой элемент потому что прямой сумме потому что единица не равна нулю в r2 а произведение как нетрудно видеть равно нулю потому что в первой компоненте мы получаем 0 и во второй компоненте получаем таким образом это полезно помнить если мы берем прямую сумму нетривиальных колец нетривиальных это и означает что единица не равна нулю то мы получаем обязательно не поле у нас есть делители нуля это точно будет не поле стоит это иметь ввиду ну и теперь наконец мы готовы сформулировать китайскую теорему она формулируется похожим образом на ту теорему прогруппы которая у нас была давайте возьмем два взаимно простых элемента в каком-то эвклидовом кольце тогда кольцо вычетов по произведению этого элемента ну по идеалу порожденного произведением этих элементов изоморф на прямой сумме кольца вычетов по одному элементу и кольца вычетов по другому элементу то есть когда нас интересуют кольца вычетов у нас есть такое естественное разложение если мы берем идеал порожденный произведением а и b он распадает в прямую сумму идеалов порожденных A и идеалов порожденных B. Ну и в частности, если A и B необратимые элементы кольца, то вот это разложение нам тоже показывает, что кольцо вычетов по составному элементу не будет полем, потому что это будет у нас два нетривиальных прямых слагаемых, и как я только что показывал, в таком кольце есть делители нуля. Ну мы это и так знаем. Тут просто в этой теореме содержится гораздо больше информации. Я чуть позже приведу пример. Давайте начнем с того, что докажем эту теорему. Иказательство не очень сложное, но требует некоторых аккуратных рассуждений, как нетрудно догадаться, в конечном счете нам потребуется теорема на морфизмах колец. Мы рассмотрим отображение исходного кольца R в прямую сумму колец вычетов по модулю идеала порожденного A и по модулю идеала порожденного B. Отображение задается самым естественным образом. К элементу R мы сопоставляем класс вычетов по модулю первого идеала и класс вычетов по модулю второго идеала, содержащий именно этот элемент. Ну то, что это гомоморфизм, легко проверить просто по координатам. Потому что у нас, по сути дела, если мы посмотрим ограничения на каждую координату, это и есть канонический гомоморфизм. Ну и дальше легко проверить, поскольку операции в прямой сумме выполняются по компонентам, что наше построенное отображение тоже гомоморфизм. Наша цель состоит в том, чтобы доказать, что ядро этого гомоморфизма... О, прошу прощения, здесь опять написано неправильно. Ядро этого гомоморфизма — это, конечно же, идеал, порожденный АВ, а не кольцо вычетов. Значит, ядро этого гомоморфизма — это просто идеал, порожденный произведением А и В. После этого мы проверим сюръективность гомоморфизма Фи и дальше применим теорему в гомоморфизмах. Сюрективность означает, что эта прямая сумма колец — это образ гомоморфизма, и он по теореме гомоморфизмах изоморфен кольцу вычетов по модулю ядра. А вот ядро — это как раз АВ. Тут, напомню еще раз, здесь опечатка. Ну, давайте этот план реализовывать. Тут опять-таки опечатка. Значит, нам нужно показать, что ядро гомоморфизма — это порождено произведением элементов А и В. Напомню, что А и В взаимно простые, поэтому единица выражается как некоторая линейная комбинация А и В. Коэффициенты — это линейные комбинации. На слайде обозначены А стильда и В стильда — это какие-то элементы кольца. Значит, что значит, что какой-то элемент кольца R принадлежит ядру? Это означает, что класс смежности по модулю идеала порожденного А у этого элемента нулевой. То есть, другими словами, что этот элемент кратен А. Но отображение у нас действует в прямую сумму, поэтому то же самое должно выполняться и для идеала порожденного В. То есть, R должен быть также кратен В. Ну, отсюда мы получаем равенство. Какое-то кратное А равно какому-то кратному В. Ну, отсюда мгновенно следует, что В должно быть делителем коэффициента Q1, а А должно быть делителем коэффициента Q2. Ну, это тот самый анализ, который я проводил при решении однородного линейного диафантового уравнения. Поэтому наш элемент ядра представляется как некоторое кратное произведение А и В. То есть, достаточно записать Q1 как некоторое кратное В. Подставить выражение R равняется Q1, и получим, что R кратно произведению АВ. То есть, это означает, что R принадлежит идеалу порожденному АВ. Ну, формально нужно, конечно, я доказал только что, что ядро вложено в идеал, порожденный произведением А и В. Но легко видеть, что А умножить на В принадлежит ядру. Потому что А умножить на В дает нулевой класс вычетов как по модулю идеала порожденного А, так и по модулю идеала порожденного В. Второй шаг, который нам нужно сделать для доказательства этой теоремы, это проверить, что построенный нами амморфизм сюрлективный. Что это фактически означает? Мы хотим доказать, что если мы возьмем любые два элемента исходного кольца У и В, то мы сможем подобрать другие элементы W, X и Y так, чтобы W равнялась как У плюс X, А, так и В плюс Y, В. Почему нам это нужно? Потому что посмотрите на строчку ниже. Это как раз и есть выражение той мысли, что образ W при нашем амморфизме совпадает с парой класс вычетов, содержащий У и класс вычетов, содержащий В. Потому что вот этот вот элемент, У плюс X, А, он лежит в том же классе вычетов по модулю идеала порожденного А, что и У. А вот этот элемент, В плюс Y, В, лежит в том же классе вычетов, что и В по модулю идеала порожденного В. Ну, давайте подбирать нужные нам элементы кольца. Во-первых, заметим, что вот это вот уравнение, второе равенство, оно имеет решение. Почему? Да потому что А и В взаимно просты. Есть решение уравнения X, А минус Y, В равняется единице. Возьмем это решение и умножим на В минус У. После того, как мы подобрали это решение, мы просто уже можем W взять равным У плюс X, А, чтобы удовлетворить этому равенству. W у нас входит в эти равенства свободно. То есть, если мы найдем решение этого уравнения, для чего нужно решить линейное диафантовое уравнение, то нам только осталось использовать вот это вот выражение для значения W. Это и будет один из прообразов вот этой пары. Таким образом, мы доказали, что гамморфизм сюръективный. И на этом доказательства китайской теоремы закончены. Я сейчас вернусь к этому слайду. Смотрите, мы проверили, что ядро это произведение порождено произведением А и В. И проверили, что гамморфизм сюръективный. Дальше осталось применить теорему о гамморфизмах. Ну, давайте посмотрим, как можно применять китайскую теорему к анализу гибраической структуры колец вычета. Я приведу один простой пример. Их на самом деле очень много. И дальше у нас еще будут встречаться примеры. Вот смотрите, такой вопрос. Сколько решений имеет уравнение х квадрат равняется 1 в кольце вычетов по модулю 77? То есть мы берем кольцо целых чисел, вычеты по модулю 77. И нас интересует, сколько решений уравнение х квадрат равняется 1. То есть решений сравнения х квадрат сравнено с единицей по модулю 77. Мы уже изучали такой вопрос для простого модуля. Если у нас есть простое число больше 2, то решений уравнение х квадрат равняется 1 в соответствующем кольце вычетов ровно 2. 1 и минус 1. Но 77 непростое число. И как мы сейчас увидим, количество решений другое. Чтобы найти это количество решений, давайте применим китайскую теорему. Это самое кольцо вычетов по модулю 77. Оно изоморфно в прямой сумме колец. Вычеты по модулю 7 и вычеты по модулю 11. А 7 и 11 уже взаимно простые числа. Давайте поймем, как связаны решения уравнения х квадрат равна 1 в прямой сумме колец и в самих кольцах. Ну, легко видеть, что решение уравнения в прямой сумме – это в точности пары, состоящие из решений соответствующего уравнения в каждом из слагаемых. Ну, действительно, чтобы квадрат вот этой пары равнялся паре 1,1, нам нужно и чтобы а в квадрате равнялась 1, и чтобы b в квадрате равнялась 1. Ну и наоборот, если у нас есть такая пара, мы получаем решение. Таким образом, смотрите, пары такие, количество таких пар подсчитать очень легко. Это просто комбинаторный принцип произведения. Нужно взять, сколько у нас пар, сколько элементов являются решениями уравнения. Х квадрат равняется 1 в первом кольце и во втором кольце. И перемножить эти числа. Для простых модулей мы ответ знаем. Это 2. Поэтому по модулю 7.7 мы всегда имеем 4 решения. Ну, не всегда, потому что это конкретный вопрос. Вот примерно так можно анализировать структуру колец вычетов по составным модулям. Сводить вопрос вначале к вычетам по простым элементам, а потом уже разбираться с комбинаторикой. Замечу, что есть, конечно, сложность, что у нас 7.7, хорошее число, оно разложилось просто в произведение. Двух простых элементов. Если мы, скажем, возьмем в качестве модуля 100, возникнет проблема. 100 это на самом деле произведение 2 в квадрате и 5 в квадрате. И как устроены, скажем, решения уровня х квадрат равняется 1 по модулю степени простого числа, мы пока не обсуждали. На самом деле так же. Но это требует отдельного рассуждения, которого у нас не было. Ну и наконец, после этого очень длинного отступления к теории вклидовых колец, давайте вернемся к нашей главной цели, к построению конечных полей. Поскольку мы надолго прервались, я сейчас сделаю напоминание. Давайте вспомним, что каждое поле содержит простое подполе. А простые подполя это поля вычетов по простому модулю, поля вычетов целых чисел по простому модулю и поле рациональных чисел. Мы также знаем, что всякое конечное поле является кольцом вычетов по модулю идеалов кольца многочленов с коэффициентами уже в простом поле. Ну, я коротко напомню, как мы это получили. Мы вначале доказали теорему, что мультипликативная группа поле циклическая. Ну а дальше уже понятно, мы представили вот этот вот гамморфизм. Это просто гамморфизм значения, порождающий мультипликативные группы. Он будет субъективным, потому что мультипликативная группа поле циклическая. Ну и мы знаем, что кольцо многочленов с коэффициентами в поле и в клидово. Отсюда, применяя общие теоремы об эвклидовых кольцах, мы можем много сказать про кольцо уже многочленов. Во-первых, как я сегодня уже упоминал, все идеалы в этом кольце главные. То есть они порождены каким-то одним многочленом. Второй важный факт, который имеет отношение к построению полей, это теорема о максимальном идеале. Кольцо вычитав по модулю идеала, порожденного на начальном f в поле, тогда и только тогда, когда этот идеал максимальный. Это общая теорема о максимальном идеале. Для эвклидовых колец мы знаем уточнение. Идеал, порожденный f максимальный, тогда и только тогда, когда f простой. Ну, здесь, правда, возникает некоторое расхождение в терминологии. Для колец многочленов простые элементы называются немножко иначе. Они называются неприводимыми многочленами. И дальше я буду использовать уже, когда буду говорить о кольцах многочленов, именно этот термин. Это буквально просто синоним. То есть неприводимый многочлен – это простой элемент кольца многочленов. И что же мы видим из всего этого списка? Мы видим, что теперь, чтобы строить конечные поля, нам нужны кольца вычетов по модулю неприводимого многочлена. Если многочлен не приводим, идеал максимальный и кольцо вычетов – поле. Если многочлен приводим, поле мы не получим, потому что идеал не максимальный. И тогда кольцо вычетов не поле. Но прежде чем сосредоточиться на поиске неприводимых многочленов, давайте разберем немножко другой вопрос. Он займет как раз всю оставшуюся часть сегодняшней лекции. Как вообще устроены кольца вычетов по модулю многочлена? Оказывается, это устройство довольно удобно. И вот такое представление конечного поля, как кольца вычетов по модулю какого-то многочлена, дает нам и конструктивный способ работать с полями. То есть у нас, я напомню, в простом поле все очень просто. Извиняюсь за тавтологию. Каждый элемент – это просто вычет. То есть мы его можем задать просто-напросто, указав какое-то целое число. В общем случае конечного поля, целые числа будут задавать только простое подполе. А как задавать остальные элементы? Вот мы сейчас увидим, что есть довольно простой способ. Заодно мы получим некоторый очень важный факт о конечных полях. Итак, давайте изучим аддитивную группу кольца вычетов. Кольца многочленов с коэффициентами в некотором поле по модулю многочленов. Для определенности давайте считать, что степень многочлена – это d. Мне придется постоянно использовать степень многочлена. Удобно завести какое-то обозначение для нее. Есть такое несложное утверждение. В каждом классе вычетов по модулю идеала порожденного f существует ровно один многочлен степени строго меньше d. Строго меньше степени порождающей идеала. На самом деле факт тривиальный. Давайте его докажем, потому что заодно у нас появится некоторая интуиция, как вообще эти классы вычетов устроены. Ну смотрите, если два разных многочлена g и h лежат в одном классе вычетов, это можно переписать, используя определение операции в кольце вычетов, как такой факт, что разность этих многочленов лежит в нулевом классе вычетов. То есть другими словами, что разность многочленов кратна f. Что это означает в нашем случае? Что если g не равно h, то степень двух многочленов, которые лежат в одном классе вычетов, она вот из этого равенства равна степени частного плюс степень f, что не меньше степени f. Ну, мы знаем, что это невозможно. Ну как невозможно? Нас сейчас интересуют многочлены степени меньше d, и отсюда мы видим, что не может так случиться, что два многочлена степени меньше d попали в один класс вычетов. Потому что у разных многочленов из одного класса вычетов степень разности не меньше, чем степень f. То есть мы доказали единственность. Вот тут на самом деле два утверждения. Мы сейчас доказали то, что относится к слову ровно. Давайте посмотрим на класс вычетов, содержащий на h, g. Он обязательно содержит остаток от деления g на f. Ну почему? Потому что мы уже очень много раз писали эту формулу, я поэтому ее сознательно не стал выносить на слайд. А представьте в уме выражение g какого-то кратного f плюс остаток. Но это выражение равносильно тому, что остаток выражается как g минус какой-то кратный f. Но кратный f принадлежит идеалу, порожденному f, поэтому остаток тоже принадлежит тому же классу смежности, что и g. Ну, у этого остатка, как мы знаем, он либо равен нулю, либо тут, да, в утверждении, конечно, аккуратнее было бы добавить, что есть ровно один на чин степени d или ноль. Или написать в каждом ненулевом классе вычетов. В общем-то, у нас остатки от деления на f лежат в каждом классе вычетов. И остаток, соответственно, если он ненулевой, его степень строго меньше степени многочлена f. Таким образом мы доказали существование. Итак, что получается? Получается, что классы вычетов по модулю многочлена f устроены очень похожи на классы вычетов по модулю какого-то целого числа. Они находятся во взаимно однозначном соответствии с остатками от деления на f. Ну, вот на слайде здесь это тоже зафиксировано. А что такое, тут зафиксировано чуть больше, что такое многочлен степени меньше d? Или нулевой многочлен? Такие многочлены находятся во взаимно однозначном, вот если включить нулевой многочлен, соответствие станет взаимно однозначным. В соответствии с последовательностями элементов поля коэффициентов длины d. Мы должны записать коэффициенты нулевой, первый и так далее до d-1, потому что нас интересует многочлена степени строго меньше d. Такие последовательности находятся в взаимно однозначном соответствии с классами вычетов. То есть это тот обещанный способ конструктивно представлять классы вычетов по модулю многочлена. Вот он. Если у нас, я напомню, поле f это кольцо вычетов по модулю простого числа, то вот эти вот последовательности, это будут просто-напросто целые числа, ну взятые по модулю какого-то простого числа b. И в таком конструктивном представлении легко выполнять операции в кольце вычетов, потому что что такое сложение классов вычетов? Ну, нам нужно просто взять, сложить два многочлена, по определению просто операции в кольце классов вычетов, сложить два многочлена, их коэффициенты при этом складываются, и мы получим то, что нужно. Заранее скажу, что умножение, конечно, будет устроено точно так же, надо перемножить многочлены, но там формулы будут чуть сложнее. Сейчас мне интересно именно сложение, потому что я сейчас сосредоточен на изучении аддитивной группы кольца вычетов. И мы видим, что если у нас есть аддитивная группа поля коэффициентов, то аддитивная группа кольца вычетов просто-напросто изоморфна прямому произведению d экземпляров аддитивной группы поля. То есть вот это написано, вот у нас есть соответствие между элементами, и это соответствие уважает операции, потому что вот эта вот операция как раз и есть операция в прямом произведении соответствующих аддитивных групп. Ну и кроме того, для конечного поля коэффициентов, вот все, что я говорил ранее, вот здесь, на этом слайде, это относится к любому полю коэффициенту f. А вот для конечного поля мы можем сказать еще один интересный, заметить из этого рассуждения еще один интересный вывод. Пусть в поле коэффициентов q элементов, тогда в кольце вычетов по модулю идеала, порожденного многочленом f, количество элементов это q в степени d, в степени многочлена. И отсюда мы получаем уже очень важный факт, который сильно ограничивает возможности построения конечных полей. В каждом конечном поле количество элементов это степень простого числа. Ну, по сути дела, из предыдущих рассуждений эта теорема явно вытекает. Я сейчас просто напомню, как она вытекает. Значит, смотрите. Каждое конечное поле представляется вот в таком виде, как кольцо вычетов по модулю какого-то многочлена, кольца многочленов с коэффициентами в простом поле. То есть вот f для конечного поля, это некоторое... для такого представления, это некоторое кольцо вычетов по модулю простого числа p. Ну, тогда смотрим вот на это выражение, мы как раз получаем, что это степень простого. Отсюда, в частности, мы получаем доказательства того, что поле из десяти элементов не существует. Существенно проще доказать этот факт не так легко. Ну, можно, конечно, было бы спрямить наши рассуждения, выбросить общую науку об эвклидовых кольцах и руками, передоказать нужные факты. Но в сущности альтернативный способ, не изучая вообще никакой математики, это проверить комбинаторные условия. Но вот я думаю, что даже возможности всех суперкомпьютеров Земли недостаточно, чтобы сделать полный перебор всех возможных таблиц умножения на десяти элементах и проверить, что нет конечного поля. Ну, здесь я повторяю то, что уже сказал словами. Характеристика конечного поля – простое число, поэтому это поле изоморф на кольцо вычета многочленов, по модулю некоторого неприводимого многочлена. И тогда вот применение вот этого вот наблюдения дает нужное нам свойство. Здесь очень важно понимать следующее обстоятельство. Все предыдущее никак не зависело от неприводимости многочленов. В любом кольце вычетов поля с коэффициентами вычеты по модулю простого числа, по модулю любого многочлена степени d, есть ровно p в степени d элементов. Наше рассуждение нигде не использовало неприводимость. Но не все такие кольца являются полями. И можно привести очень простой пример. Давайте возьмем качественные значения х квадрат минус 1. А коэффициенты будем считать, берутся в поле вычетов по модулю 3. Предыдущее наше рассуждение показывает, что в этом кольце вычетов 9 элементов. Степень 2, а характеристика 3. Количество элементов и характеристика степень начи. Получаем 9 элементов. Но это не поле. Смотрите. Легко разложить х квадрат минус 1 на множители. Это х минус 1 умножить на х плюс 1. Значит, в кольце вычета выполняется вот такое равенство. Вычет, содержащий х минус 1 умножить на вычет, содержащий х плюс 1. По определению это вычет, содержащий произведение этих элементов. То есть вычет, содержащий х квадрат минус 1. Но это порождающий идеал. Это то же самое, что нулевой вычет. Таким образом, мы видим, что в этом кольце есть делители нуля. Ну, к обсуждению того, как устроено умножение в кольце вычетов, мы вернемся чуть позже. Ясно, что из того, что я сказал, более-менее ясно, что оно устроено достаточно конструктивно. Опять-таки, как и в случае целых чисел, нам нужно просто брать, перемножать соответствующие представители класса вычета. Ну, какие там началины, которые мы там берем. И брать остаток по модулю порождающего идеала. И все эти действия выполняются конструктивно и достаточно легко. Ну, здесь, на самом деле, я, конечно, скрыл довольно важную информацию об устройстве аддитивной группы кольца вычетов. И хочу себя реабилитировать. Мне хотелось как можно быстрее добраться до этой теоремы. А сейчас я сделаю отступление, которое нам будет в некоторый момент важно, в самом конце курса. А так, на основном нашем пути оно почти что использоваться не будет. Это отступление о векторных пространствах. Вы параллельно изучаете курс линейной алгебры. И слово векторное пространство вам известно. Мне понадобится чуть более общее определение. Мне понадобится определение векторного пространства над каким-то полем f. Не обязательно полем действительных чисел. А в курсе линейной алгебры вы изучаете векторное пространство над действительными числами. Но определения практически те же самые. И базовые факты, я вот как раз хочу это прокомментировать в этом отступлении, тоже практически те же самые. Поэтому не стесняйтесь использовать свои знания линейной алгебры, когда вы изучаете векторное пространство над произвольными полями. Но там нужно, конечно, иногда учитывать специфику поля. Итак, что же такое векторное пространство? Это множество, на котором мы приняли две операции. Элементы множества я буду называть векторы. А элементы поля f буду называть скалярные, чтобы их как-то различать. Так вот, у нас определены для векторного пространства две операции. Во-первых, сложение векторов. Бинарная операция. А также умножение на скаляры. Эта операция действует на парах элемент поля и вектор, и переводит это в вектор. И свойства этих операций очень простые. По сложению v должно быть абелевой группой. Нейтральный элемент этой группы называется нулевым вектором. И обозначаться будет, ну, я не хочу загромождать обозначение. Иногда рисуют там какой-нибудь значок вектора. Или используют шрифтовые выделения. Буду обозначать нулем. По контексту будем восстанавливать, где имеется в виду, какой ноль. Нулей у нас очень много. Далее должны выполняться законы дистрибутивности. Если я умножаю скаляр альфа на сумму векторов v1 и v2, то результат должен быть таким же, как если я вначале умножу скаляр альфа на первый вектор, потом скаляр альфа на второй вектор и потом сложу. Это одна дистрибутивность. У нас операция умножения на скаляр, она несимметрична относительно со множителей. Поэтому вторую дистрибутивность тоже нужно записать. Если умножаю вектор на сумму скаляров, то это то же самое, что умножение вектора на один скаляр плюс умножение вектора на другой скаляр. Ну и умножение на скаляр, оно обладает еще естественным свойством ассоциативности. Если я вначале умножу вектор на скаляр бета, потом на скаляр альфа, то результат будет таким же, как если я перемножу скаляры вначале, а потом умножу на получившееся произведение вектор v. Ну и еще хорошо бы дописать свойство, которое связывает умножение на скаляр с единицей в поле. Единица умножить на любой вектор, это тот же самый вектор. То есть умножение на единицу вектор не меняет. Вот это все нужно, чтобы строить линейную алгебру. То есть из этих аксиом мы можем вывести все нужные нам свойства. И выводы в сущности очень похожи на то, что вы делали в обычной линейной алгебре. Я подробно, конечно, пересказывать все, чем мы вас учили в курсе линейной алгебры, не буду. Это занимает много времени. Буду скорее ссылаться на какие-то факты из линейной алгебры, когда мне будут нужны. И кратко пояснять, почему доказательства переносятся на случай произвольного поля. Ну, начнем с другого. Мне все-таки хочется, чтобы привязать всю эту абстрактную науку по векторным пространствам к полям. Я сейчас объясню, зачем я сделал такое отступление. Не сейчас, а чуть позже, когда у нас уже появятся некоторые факты о векторных пространствах. И начну я с того, что введу самый важный пример векторного пространства – координатное пространство. Значит, если у нас есть поле F, мы можем рассмотреть последовательность элементов этого поля длины N. И на этих последовательностях определены две естественные операции. Сумма по координатное и умножение на скаляр. Скаляр – это, напомню, элемент тоже поля F. И мы просто умножаем на скаляр тоже по координатным. Вот две операции. Значит, легко видеть, что эти операции задают структуру векторного пространства на множестве последовательностей. Ну, тут почти что нечего проверять. Это прямое произведение групп, мы уже знаем. А здесь, поскольку мы используем по координатное произведение, то для казательства дистрибутивности и ассоциативности умножения мы должны просто использовать аналогичные свойства в самом поле. Если просто выписывать свойства, то они проверяются просто словами, что одно выражение равно другому, потому что в поле соответствующая операция коммутативная или ассоциативная или еще что-то. Это очень важный пример, который показывает, на самом деле, он важен потому, что координатное пространство, по сути дела, исчерпывает примеры очень важного класса пространств. Сейчас я объясню, что я имею в виду. Для этого мне понадобятся понятия, которые у вас в курсе линейной алгебры были, и все определения буквально те же самые. Нужны линейные комбинации векторов, конечно, нужно порождающие множество векторов. Что такое линейная комбинация? Ну, это выражение, которое представлено на слайде. Это сумма наших векторов, которые у нас есть, какие-то v1, v2, vm, с какими-то коэффициентами, принадлежащими полю коэффициентов. И эти элементы так и называются коэффициенты линейной комбинации. Обычное определение. Порождающее множество векторов – это такое множество векторов, что любой другой вектор в нашем векторном пространстве представляется как линейная комбинация векторов из выбранного множества. Тоже совершенно естественное определение. С линейными комбинациями связано также естественное определение линейной независимости. Напомню его. Векторы v1, v2, vm называются линейно-независимыми. Если из того, что какая-то линейная комбинация этих векторов равна нулю, следует, что все коэффициенты этой линейной комбинации равны нулю. Ну, в частности, отсюда, используя свойства сложения и умножения на скаляр, легко следует, что разные линейные комбинации линейно-независимых векторов с разными коэффициентами различны. Ну, и теперь можно дать очень важное определение для линейной алгебры – базиса. Базис в векторном пространстве – это линейно-независимое порождающее множество векторов. То есть, должны выполняться два свойства. Множество должно порождать все пространство и быть линейно-независимым. И отсюда мы мгновенно получаем такой факт, что если у нас есть векторное пространство над конечным полем, и есть какой-то его базис из d элементов, а количество элементов в поле q, то количество элементов в векторном пространстве – это q в степени d. Потому что все элементы пространства представляются как линейные комбинации векторов базиса, причем взаимно однозначно. Ну, вот, собственно, здесь это доказательство я тоже написал. Но, таким образом, мы получаем факт, очень похожий на подсчет количества элементов в кольце вычетов по модулю кольца многочленов. Это неудивительно. Чуть позже мы увидим, что кольцо вычетов по модулю кольца многочленов – это частный случай этого факта. Но, прежде чем переходить к этому случаю, я хочу ввести фундаментальное для линейной алгебры понятие размерности. Значит, я это сделаю немножко ируническим образом. Нас в основном интересуют конечные векторные пространства, ну, векторные пространства над конечным полем. И в конечном векторном пространстве всегда есть базис. Доказательство очень простое. Если мы возьмем все векторы, они заведомо являются порождающим множеством, но там могут быть линейные зависимости. Давайте выбрасывать векторы по одному. И придем к, в конечном счете, к линейно-независимому множеству. В какой-то момент, если мы там вырасываем элементы один за другим, в какой-то момент множество перестанет быть порождающим. Вот на предыдущем шаге мы должны иметь базис. Потому что, если бы там была нетривиальная линейная комбинация, мы бы один из векторов могли бы выбросить, не изменив порождающего. Это рассуждение у вас в том или ином виде в курсе линейной алгебры было, поэтому я его не привожу формально. Очень важная теорема состоит в том, что если в пространстве есть конечный балльс уже над любым полем, такие пространства называются конечномерными, то в любом базисе этого пространства, в базисах пространства может быть много. Количество элементов одинаково. Именно это количество элементов и называется размерностью пространства. Если поле конечное, то доказательства этой теоремы мы уже, по сути дела, получили. Смотрите. Количество элементов в векторном пространстве выражается как количество элементов в базисе. Через количество элементов в базисе и размер поля. Поэтому, конечно, какие бы мы базисы ни брали, вот это число D должно быть одно и то же. Количество элементов в векторном пространстве от базиса не зависит. Количество элементов в поле от базиса не зависит. Ну, а равенство такое в любом случае должно быть. Таким образом, в случае конечного поля эта теорема доказывается тривиально. В случае бесконечного поля доказательство несложное, но требует некоторых технических действий, подробностей. Оно, конечно, вам рассказывалось для поля действительных чисел в курсе линейной алгебры. И любое более-менее доказательство, которое вы знаете, можно перенести на случай произвольного поля. То есть я не исключаю, конечно, что можно придумать какое-то особо замысловатое доказательство, которое нельзя перенести с R на произвольное конечное поле. Но все естественные доказательства переносятся. В расширенной версии нашего учебника, которая доступна в электронном виде, доказательство это приводится, вы можете почитать. Оно там очень подробно написано. Настолько подробно, что я даже не знаю, может быть, кому-то будет проще это рассуждение воспроизвести самостоятельно, чем читать очень подробные изложения. Давайте теперь, после введения этих общих понятий, перейдем к кольцам вычетов по модулю идеала, порожденного некоторым а-членом. Я по-прежнему фиксирую степень а-члена равную d. Значит, и в этом кольце вычетов легко строится структура векторного пространства. Сложение у нас есть, а умножение на элемент поля, это просто-напросто, оно определяется естественным образом. Лямбда умножить на g, это класс вычетов, содержащий g, это класс вычетов, содержащий произведения лямбда и g. И в этом пространстве есть базис. Мы, по сути дела, это уже проверяли, когда мы рассуждали про то, что однозначно вычеты задаются коэффициентами от 0 до d-1. Базис в точности состоит из, тот базис, о котором я говорю, стандартный такой базис для кольца вычетов по модулю идеала, порожденного на начале, он состоит из классов вычетов, содержащих единицу, x, x2, xd-1. Любой другой вычет, он представляется некоторым на начальном степени d-1, и из этого представления мы мгновенно получаем вот такое выражение через вот эти вот вычеты. А коэффициенты будут как раз они из поля, поэтому они как раз будут коэффициентами линейной комбинации. Ну и нам еще нужна однозначность такого разложения, мы ее проверяли. Но, как и в любом уважающем себя векторном пространстве, пространстве кольца вычетов по модулю многочленов базисов много. И в рассуждениях не всегда удобен именно стандартный базис. Он часто бывает удобен, иногда нужны другие базисы. Я, чтобы не быть голословным, сразу же приведу пример другого базиса. Он содержит класс вычетов, содержащий единицу, класс вычетов, содержащий x плюс альфа, где альфа некоторый элемент, поля f, ну и так далее, степени нахоченной x плюс альфа. От нулевой, которая отвечает единице, до d минус первой. И это можно проверить, тоже будет базисом. Проверку я оставляю в качестве самостоятельного упражнения. Она нетрудная. Ну, хорошо. Что же дает нам это отступление? Давайте я сейчас извлеку факт о конечных полях из рассуждения о векторных пространствах очень быстро. Его можно будет доказывать. Его можно доказывать и по-другому, используя не очень замысловатую теорию чисел. Но если вы хорошо освоили линейную алгебру, чего я вам настоятельно рекомендую, потому что линейная алгебра лежит в основе всей математики. Какой бы вы математической деятельностью не занимались, знание линейной алгебры, ну иногда бывает просто жизненно необходимо, но никогда не мешает. О чем я хочу поговорить? Я хочу поговорить о том, что называется расширение полей. Это очень простая вещь. Пусть у нас есть два поля, и одно вложено в другое. У нас уже такая ситуация встречалась. Любое конечное поле содержит простое подполье. Вот ровно про это идет и речь. Тогда большее поле можно представить, как векторное пространство над меньшим полем. Как определить структуру векторного пространства? Сложение у нас есть, а умножение на элементы под поле, это просто то же самое умножение, что в поле. И ясно просто из свойств операции в поле, что это будет структура векторного пространства. Все нужные нам свойства, дистрибутивность, ассоциативность, свойства единицы, они мгновенно вытекают из свойств умножения в поле. Таким образом, каждое расширение поля мы можем рассматривать как векторное пространство над исходным полем. И отсюда получается замечательная теорема. Если у нас в конечном поле есть какое-то подполе, не обязательно простое, то количество элементов в поле, которое больше, это степень количества элементов, которого поле меньше. Степень, как я напомню, это то самое, что у нас было. У нас вот k это векторное пространство над f, поскольку у нас все пространства конечные, то применимо то следствие, которое у нас было, количество элементов в этом векторном пространстве обязано равняться размерности этого пространства. Количество элементов в поле, возведенное в степень размерности этого пространства. И это утверждение. Если теорема, которую я приводил перед этим, накладывает ограничение на существование полей, В любом поле количество элементов это степень простого, то сейчас мы получаем другое ограничение на то, какие бывают подполя в конечных полях. Поля бывают важны в приложениях, мы это увидим, и оказывается, что структура подполей конечного поля, она очень жесткая, и в частности можно, например, из вот этой теоремы мгновенно получить такое следствие, которое можно, повторяю еще раз, получить теоретикой числовым способом, если вы вспомните про мультипликативную группу поля, вы это следствие докажете тоже без особого труда, но из соображений линейной алгебры оно получается особо легко. Если у вас есть поле из восьми элементов, а оно есть, я вам обещаю, что в следующий раз я вам покажу поле из восьми элементов, то в нем заведомо нет подполя из четырех элементов, а в принципе поля из четырех элементов существуют тоже в следующий раз, я вам его покажу. Ну, а самые нетерпеливые могут, исходя из общих соображений, которые были сегодня, построить эти поля, это уже почти что доступно, нужны некоторые не очень сложные рассуждения, которые я подробно проведу в следующий раз. Но подполей нет, почему? Потому что восемь это два в третьей степени, а четыре это два в квадрате, поэтому восемь не является целой степенью четверки. Восемь это четыре в степени три вторых. И все, размерность должна быть целым числом, значит такого подполя нет. На этом на сегодня все, значит в следующий раз я продолжу, уже наконец появятся примеры нетривиальных конечных полей, и мы практически достигнем следующей важной вехи, и докажем, что для любого простого числа p и любого целого положительного n существует поле из p в степени n элементов. Нам для приложения, о которых я в конце курса буду рассказывать, эта теорема будет нужна. Ну, а пока все. Продолжение следует...